Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной на вахту заступили оператор Сергей Пьянков и водитель Сергей Дмитриев. Ну а колесим мы по дворам и улицам Перми на комфортабельном автомобиле Черри М11 от компании Демидыч, что на Ким 75. Каждый раз, когда мы проезжаем мимо родильного отделения на улице Коминтерна, заряжаемся положительной энергией. Поздравления от счастливых папочек. Год от года становится все ярче и масштабнее. Скоро напротив роддома свободных деревьев не останется. Оно и к лучшему. Больше детей, больше крепких семей. В таком вот хорошем настроении мы и начинаем наше сегодняшнее дежурство. Надеемся, что нам его ничто и никто не испортит. И все-таки настроение нам немного подпортило дерево на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чкалова. Оно, как в той советской песне, смотрит искоса низко голову наклоня. А наклонилось деревце почти до самой земли. Если учесть, что не сегодня-завтра начнутся дожди, а вместе с ними ожидаются и сильные порывы ветра, то деревце это представляет собой потенциальную опасность. Для пешеходов, которые в огромном количестве изо дня в день проходят по этому перекрестку. Не обойдется наше сегодняшнее дежурство и без телезрительских кадров дня. Наталья Мусинова недавно отдыхала неподалеку от Палазны. И отдохнула, и немного подежурила. В кафе Шушки. Прислала нам фотографию и попросила кое-кому напомнить правила русского языка. Ну, а правила это известны даже первоклашкам. Сочетания ЖИ и ШИ всегда пишутся с буквой И, без исключений. Даже если слышится И, даже если очень сильно хочется написать И, все равно И, без вариантов. Тем временем Юлия Мошева решила вырастить подсолнух. Посадила семя, ждала, 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 ждала. А когда дождалась, то чуть в обморок не упала. Стебель один, а подсолнухов на нем целых 22. Вот такое чудо. Сразу после выходных в понедельник кого-то из наших телезрителей ждет приятный сюрприз. Подарок за лучшую новость этой недели. А именно, сертификат на полторы тысячи рублей от мебельной фабрики «Оптимус». Производителя кухонь, шкафов-купе, встроенной и офисной мебели. Фирменный отдел фабрики «Оптимус» расположен на пятом этаже торгового центра «Евразия» по адресу Героев Хасана, 56. И на этом заканчивает свою работу дежурная бригада в составе Анны Водоватова, Сергея Пьянкова и Сергея Дмитриева. Обо всем, что вас радует или огорчает, вы можете сообщать, как всегда, в информационно-справочную службу, дежурный по городу по телефону 2-630-300. Или же оставляйте свои сообщения на сайте телекомпании. Его вы без труда отыщите по адресу www.refei.ru. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарования и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Продолжение следует...